всем здравствуйте надеюсь запись пошла философское такое изречение допустим да как как это лучше обозвать то ну в общем о чем хотелось бы сказать вот смотрите до нас до нас было очень много империй и многие из них распались там османская империя римская империя английская империя японская империя китайская империя то есть они все распались а ведь мы живем сейчас ребят с вами в историческое событие реально происходит развал еще одной империи не знаю конечно насколько долго продлится но реально это ведь факт практически факт сложившийся мы живем с вами в историческое событие об этом мало я думаю кто забудет задумывается и заботится но будущие поколения они будут я думаю изучать по книжкам то что происходит сейчас я не буду говорить в какой стране какая страна и так далее тому подобное думаю вы все сами понимаете то есть представляете древнеримская империя большая могучая империя и какой-то один маленький император засел во дворце и ничего не делает у него там на периферии войны ведутся не знаю как он их называл колониальные войны или как тогда в древнеримскую империю войны назывались в общем и вся империя то есть которая у нас оставляла практически от берегов британии дом докуда там они не помню уже до египта по моему на все взяла и распалась потому что люди жили люди жили первое плохо второе по-разному все она взяла вся и распалась и плюсом потому что был человек некомпетентный люди точнее некомпетентны которые управляли древнеримской империей вот они заседали во дворцах в пышных их охраняла охрана никому им ни до кого не было дело вот допустим где-то народ страдает и никому нету никакого дела до народа земли пособирали из них денежку имеют это древнеримская империя у меня в детской книжке так было написано а потом с древнеримской империи остался один осколочек знаете как он назывался постоянно забывая его как живо византия называется византия это второй рим был византия а потом значит ну третий рим все все прекрасно знают вот вот мы с вами живем реально ведь в историческое событие вот это время его надо запоминать вот как бы я считаю считаю по крайней мере потому что это как бы как бы ну тут все дальше уже ну я даже не знаю как куда тут можно вырулить вот так абстрактное очень время абстрактное белое называют черным черное белым карман пуст но ты сыт и ты духовно духовно полон то есть душа твоя полна духовности тебе должно быть хорошо ты должен быть сыт тем что у тебя империя великая без разницы какая древнеримская османская японская вот как бы вот так хотелось сказать ну вот мы об этом я еще раз говорю не думаем она ведь происходит реально потому что факторы вот факторы которые я назвал то есть там периферия то что императору нет дела никакого до того что происходит на периферии и так далее и тому подобное вот она все приводит к тому что империя раскалывается сначала раскалывается вот так сколько древнеримскую империю сдерживали 200 по моему лет если не ошибаюсь или 300 не помню ладно не суть не суть ребят не суть а потом османская империя захватила византию потому что там тоже все погрязло в так и в древнеримской погрязло все в коррупции ну можно сказать в коррупции в средняя жизнь империи можно сказать что сколько веков 78 веков ну где-то так наверное вот в историческое время живем реально и кстати говоря о империях заговорили я так понимаю что у нас еще какие-то войнушки будут где-то возможно в евразии еще где-то вот и возможно как бы к одной неполноценной империи присоединяться еще несколько империй которые тоже уже утратили актуальность к сожалению вы и ах но чем империя больше тем меньше получает государь император то есть центр информации от периферии и тем больше ему наплевать на периферию вот так спасибо что смотрели всем удачи точнее не суточнее слушали слушали не смотрели в историческое время живем господа свидание